Я вас найду, да? Просто отдыхайте пока и все. Ну, попробуй усни, что называется. Поэтому мы вернулись вчера в редакцию. И у нас был целый ряд, конечно, проблем технического плана. Там нужно было восстановить макет, шрифты, которые вылетали, и не устанавливались никак. Мы думали, что это займет у нас где-то пару часов. А это растянулось часов на 9 вообще сидели мы. Потому что у нас вылетало то одно, то другое. При том, что заказ в типографию уже отправлен, они ждут, они на ушах, они звонят. Оптовики уже готовы газету взять, а газеты нет. Более того, ну, то есть, получается, мы верстаем, и обнаруживается, что, оказывается, и этого материала нет, и этого нет. То есть мы просто в шоке от того, что уже заявили, причем на пресс-конференции мы сказали, что газета завтра выйдет. А мы понимаем, что надо принимать какие-то молниеносные решения, что делать, откуда, забивать дайджестом тупо газету, это невозможно. Но что нас спасло? Товарищи, которые изымали отсюда оборудование, они, слава богу, оставили скрутки корректорских правок. Это нас, конечно, воодушевило очень сильно. И мы просто стали перенабивать эти материалы. Какие-то мы нашли, какие-то нет. Понятно, что полный номер мы выпустить не могли. Ну и вообще просто состояние такое, что корректоров нет, я вычитываю все сам, и глаз замылен. Мы уже не обращали внимания на какие-то мелочи, что нас простят за это. Самое главное, конечно, для нас было, это вот эти первые три полосы номера, донести информацию о том, что произошло. И самое главное, о реакции на то, что произошло со стороны правозащитных организаций. Пресса защитных, коллег наших, потому что идет поддержка всесторонняя, естественно. Мы написали заявление, сделали заявление в форме колонки. То есть та колонка, которую обычно писал Игорь, написали мы сами. И мы подчеркнули, что то, в чем подозревают редактора, а значит и нас, потому что с использованием СМИ, мы с этим категорически не согласны. Мы не призываем к насильственному свержению, никогда не призывали. Мы против разделения целостности страны, мы за демократический Казахстан, но в то же время у нас есть законное право бороться за своего редактора, которого мы уважаем и к которому мы очень привязаны. И, конечно, мы считаем, что взгляд во многом состоялся благодаря Игорю, потому что это его детище, это его продукт. Продолжение следует...